Во вторник Алексей Навальный опубликовал в инстаграме первый пост после отравления. Пишет, что уже дышит сам и по всем соскучился. Самая радостная и долгожданная новость за месяц с тех пор, как Навальный 20 августа попал в реанимацию. Я напомню, что ему стало плохо в самолете, в котором он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. И, по-видимому, благодаря этому, а также быстрым и правильным действиям бригады скорой помощи, Алексей сейчас с нами. Однако в Омской больнице, куда его доставила скорая помощь, стали происходить странные вещи. Врачи путались в версиях, то отказывались называть диагноз, то сливали данные анализа в помоечные медиа, то не пускали к Алексею жену, зато не возражали против присутствия в больнице людей в штатском. Спустя два дня, несмотря на сопротивление российских медицинских чиновников, по требованию родственников Навального перевезли в Берлин, в клинику Шарите. И более двух недель он находился там в состоянии искусственной комы. 2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Такой вывод сделали специалисты Бундесвера, вооруженных сил ФРГ, которые провели исследование по просьбе клиники Шарите. Объявила об этом непосредственно канцлер Германии Ангела Меркель. И без свойственной в таких ситуациях европейцам какой-то двузначности, ниоднозначности, непонятности, она твердо и четко заявила, что Навальный был отравлен. Определить яд им помогла бутылка, из которой Навальный пил в гостинице в Томске. Ее тоже удалось забрать в Берлин, но это отдельная история, как команде Навального удалось это сделать. Это заявление породило множество вопросов. Что это за новичок такой? Действительно ли наши специалисты не смогли его определить? Или они скрывали правду? Почему не пострадали другие люди, которые были рядом с Навальным? И чем вообще может обернуться для человека контакт с этим веществом? Обо всем этом сегодня и поговорим. Про новичок вы, наверное, слышали еще несколько лет назад. Широкой публике это название стало известно после отравления в 2018 году в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 4 марта 2018 года их нашли без сознания и с симптомами сильного отравления на скамейке возле торгового центра в городе Солсбери. По версии британской полиции, отравление было местью за сотрудничество Скрипаля со спецслужбами Великобритании, а Юлия стала случайной жертвой. Отравляющее вещество нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля с помощью флакончика от духов. Позже полиция назвала имена подозреваемых в этом преступлении. Это граждане России и, вероятно, сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Баширов. Имена, видимо, ненастоящие. Вы наверняка видели интервью, которое взяла у них Маргарита Симонян. Они там как-то странно пытались рассказать, что ездили осматривать местный шабор, у которого шпиль там какой-то особенный. Юлия Скрипаль после отравления находилась в коме 20 дней, ее отец на неделю дольше, но в итоге им все же удалось восстановиться. Кроме Скрипалей тогда еще сильно пострадал полицейский, который первым осматривал их дом, а также двое жителей соседнего города, которые нашли использованный флакончик от новичка. Одна из них, 44-летняя Дон Стерджес, позже скончалась. Всего за медицинской помощью тогда обратились более 40 человек. Отравление Скрипалей это, наверное, было самое громкое дело с применением новичка, однако история его начинается гораздо раньше. Почти все, что мы сейчас знаем об этом веществе, стало известно в 2008 году из книги «Государственные тайны. Российская программа химического оружия изнутри». Автор ее Вил Мерзоянов, разработчик советского химического оружия. Он участвовал в создании новичка. В 1992 году Мерзоянов обвинил власти России в нарушении договоренностей по уничтожению химического оружия. В ответ, значит, против него завели уголовное дело о разглашении государственной тайны. Оно, впрочем, через несколько лет было прекращено. В 1995 году Мерзоянов эмигрировал в США. Мерзоянов рассказал, что в программах по разработке химического оружия он участвовал с 1965 года. В первое время российские ученые только копировали западные образцы, но в 1970 году им удалось создать принципиально новый класс отравляющих веществ. Их летальность была в 5-8 раз выше, чем у существующих прежде. И они получили название «Новичок». Одно из этих веществ было похоже на использующееся в сельском хозяйстве пестициды, что открывало перспективы по использованию сельскохозяйственных химикатов для создания химического оружия. По словам Мерзоянова, испытания новичка продолжались до конца 80-х в Москве, в Шиханах в Саратовской области, под Волгоградом и в Узбекистане. Для испытаний ученые создавали сотни килограмм этого вещества, по словам Мерзоянова, хотя другие ученые опровергают эти слова. Тестировали образцы химического оружия на животных. Но в 1987 году новичком случайно отравился один из участников исследовательской группы, химик Андрей Железняков. Небольшое количество газа просочилось в лабораторию и у Железнякова сразу же стали проявляться симптомы отравления. Головокружение, шум в ушах, сыпь, галлюцинации. Как рассказывает Мерзоянов, руководители предложили Железнякову выпить алкоголь в качестве антидота. Есть такой известный способ, но он не действует. По дороге домой ученый потерял сознание, его увезли в институт Склифосовского. Врачам удалось его спасти, но позже у него появились отдаленные последствия отравления. Цирроз печени, дровь в руках, трудности с концентрацией и депрессия. В 1992 году Андрей Железняков умер. После распада Советского Союза исследование и производство новичка было свернуто. Все остатки утилизированы. Впрочем, к тому времени общие формулы этого вещества были известны и производить новичок могли и в других странах. Более того, есть сведения, что и производили, в частности, в Чехии и в США. В 2019 году в приложении к конвенции о запрещении химического оружия внесли 4 новых общих формулы химических соединений, 3 из которых относятся к группе новичок. Это означает, что все страны, подписавшие эту конвенцию, в том числе и Россия, должны были не только прекратить разработку и производство этих веществ, но и уничтожить их запасы. Однако некоторые издания, а именно Дицайт и Шпигель, писали, что Навальный был отравлен новым, более опасным типом новичка. Вряд ли это мог сделать кто-то, кроме российских спецслужб. Новичок не купишь в военторге и не синтезируешь на коленке. Тем более, так не добудешь новую, еще пока никем не виданную версию. Что же такое новичок? С точки зрения химии, это не какое-то конкретное вещество, а семейство фторфосфороорганических отравляющих веществ нервно-пролитического действия, ингибиторов холинстеразы. В двух словах объясню, что это значит. Чтобы мышца в нашем организме сократилась, нужно, чтобы нервные клетки передали ей сигнал от мозга. Для этого требуется специальное вещество. Оно называется нейромедиатор. Одно из таких веществ нейромедиаторов это ацетилхолин. И вот от мозга приходит сигнал на нервную клетку. Нервная клетка передает его на мышцу. Через ацетилхолин мышца сокращается. А чтобы мышца расслабилась обратно, нужно другое вещество, которое разрушит ацетилхолин. Это холинстераза. Ингибиторы холинстеразы блокируют действие холинстеразы. Ингибитор это по латыни как раз и означает задерживающий. Таким образом, если человеку вводят вот этот вот задерживающий ингибитор холинстеразы, то холинстераза в организме становится меньше, а ацетилхолина слишком много. Он очень сильно стимулирует рецепторы, и работа нервной системы нарушается. У человека замедляется сердцебиение, выделяется слюна, слезы, пот, развивается диарея, рвота, сужаются зрачки. Правда, иногда зрачки наоборот расширяются, сердцебиение учащается. В более тяжелых случаях начинается паралич, человек не может дышать, наступает кома. В конце концов, это может закончиться смертью. Большинство боевых отравляющих веществ как раз относятся к ингибиторам холинстеразы. Это не только новичок, но и зарин, заман, виэкс. Но кроме них, в эту группу входит множество других ядовитых веществ. В частности, применяемые в сельском хозяйстве пестициды и инсектициды. Разница между ними в степени летальности, то есть в количестве вещества, которые надо принять, чтобы отравиться. Вначале, когда говорили про отравление Навального, все время упоминали чай, который он выпил в аэропорту Томска. В связи с этим, кстати, меня и многих других людей, занимающихся политикой, просто задолбали с то ли рекомендацией, то ли шуткой не пить где-нибудь чай. Я вам должен сказать, что это достаточно глупо. Не делайте так. То есть, если вы хотите кого-то позлить, вы можете, но если вы хотите, правда, дать какой-то хороший совет, то не надо. На этой неделе стало известно, что яд был нанесен на бутылку, которую принесли Навальному в номер в гостинице. Причем, скорее всего, яд был не в воде, а на самой бутылке, ну или как-то иначе на нее попал от Навального. Как рассказал изданию проекта один из разработчиков новичка, Владимир Углев, если бы яд попал в организм через рот, то уже через несколько минут Навальный был бы... бился бы в судорогах, как он сказал. Обычно боевые отравляющие вещества представляют собой жидкость или пары жидкости, так как удобнее всего применять. Про новичок известно, что он существует в нескольких формах, и в жидкой, и в твердой. Чтобы человек серьезно отравился, достаточно, чтобы буквально капля, миллиграмм или несколько миллиграммов, количество меньшее, чем одна капля дождя. Такого вещества попало на слизистые, в легкие или просто на кожу. Симптомы отравления могут проявляться через несколько секунд, а могут через несколько часов. Большинство таких ядов не пахнут, ну, соответственно, можно провернуть отравление незаметно. Проблема только в том, что тот человек, который будет использовать такое вещество, сам может отравиться. Поэтому он должен либо использовать средства защиты, либо хотя бы быстро вымыть руки и лицо. Этот момент помог привлечь к ответственности участников убийства Ким Чен Нама. Брата северокорейского лидера Ким Чен Ина, если его можно назвать еще лидером, диктатора. В 2017 году на вот этого вот брата было совершено нападение в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Этих двух женщин специально обучили. Четыре других подозреваемых передали им эту жидкость, она была у них на ладонях. Они должны были обмазать ей лицо покойного. Что за раствор имеет в виду следствие? Полиция сама пока этого не знает. Но они говорят, что камеры наблюдения засняли, как женщины держат руки вытянутыми и идут прямо в туалет. Позже выяснилось, что для отравления использовалось вещество VX, похожее на новичок. Оно было нанесено на носовой платок, которое отравительница накинула на лицо Ким Чен Наму. Тот факт, что она потом побежала в туалет мыть руки, на суде использовался как доказательство, что она в отравлении участвовала сознательно. В случае с Навальным этот момент, судя по всему, прошел гладко. Бутылку можно было спокойно занести в номер, когда никто не видел, хоть даже и в скафандре. Правда, на этаже были камеры наблюдения, но все записи быстро изъяли, и, видимо, мы их уже никогда не увидим. Среди других известных случаев отравления веществами, похожими на новичок, стоит упомянуть убийство банкира Ивана Кивелиди в 95-м году. Тогда следствие выяснило, что яд был нанесен на трубку стационарного телефона в его кабинете. Кроме Кивелиди, тогда погибла его секретарша Зара Исмаилова, а также патологоанатом, проводивший вскрытие. Еще более 10 человек получили поражение различной степени тяжести. Интересно в этом деле то, что отравляющее вещество попало к убийце, бизнес-партнеру Кивелиди Владимиру Хуцешвили, от сотрудника лаборатории, где оно было произведено. По официальной версии, этот человек, его зовут Леонид Ринг, неоднократно выносил из лаборатории нелегально произведенное отравляющее вещество и продавал его людям, связанным с криминалом. Впрочем, про альтернативные версии Кивелиди был убит сотрудниками спецслужб, а этот самый Ринг был подставной фигурой. Он, кстати, и по теме Навального этот Ринг высказывался, скоро до этого дойдем. Еще одна громкая история случилась в 2015 году. Тогда, похожим на новичок орган фосфатом, пытались отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Ему стало плохо на деловом приеме, он потерял сознание, его госпитализировали. В это же время такие же симптомы почувствовал его сын, Христо Гебрев, находившийся в другом месте, а также его бизнес-партнер. Гебрев месяц пролежал в коме, потом его состояние улучшилось, но спустя некоторое время он опять попал в больницу. Есть версия, что его попытались отравить повторно. Позднее издания BillingCat, The Insider и Der Spiegel публиковали расследование, в котором обвиняли в покушении на Гебрева сотрудников ГРУ России. Как можно заметить, далеко не всегда попытки отравления новичком заканчиваются смертью жертвы. Хотя нельзя сбрасывать со счетов то, что может быть еще какое-то количество свершившихся убийств, которые просто удалось скрыть. Например, после покушения на Скрипалей, британский Скотланд-Ярд сообщили, что они проверяют еще 14 потенциальных подобных случаев, где жертвы выходца из России умерли по непонятным причинам и, возможно, их отравили просто успешно. Провал части покушений можно объяснить тем, что боевые отравляющие вещества все же разрабатывались для массового уничтожения людей, для использования в бомбах, в боевых условиях. Недавно «Медуза» выпустила интервью с Марком Михаэлем Блумом, специалистом по химическому оружию, который участвовал в расследовании покушений на Скрипалей. Блум считает, что применение новичка, который плохо подходит для убийства одного человека, говорит о том, что те, кто это делали, намеренно хотели привлечь внимание к покушению. Однако это не значит, что их намерения были несерьезны. Такие вещества они применяют чисто, чтобы попугать. Последствия зависят не только от того, какая доза яда попала в организм, но и сколько она там находилась. Так что и Скрипалям, и Навальному очень повезло, что они быстро попали к врачам. Еще и к врачам скорой помощи в Омске, которые сразу стали предпринимать меры. Еще очень повезло людям, которые находились рядом с Навальным. Те, кто, типа, вот, вбрасывает версию, будто никакого отравления не было, часто говорят, что вот, ну, посмотрите, никто из тех, кто был рядом с Навальным, не пострадал. Ни Кира Ярмыш, ни другие члены команды, ни врачи, ни пассажир самолета. Это действительно нетипично. Мы видели уже, что при других покушениях были и случайные жертвы. Однако, это не значит, что в случае с Навальным отравлений не было. Если он действительно отравился через бутылку, то другие люди вполне могли ее и не касаться. Бутылка же стояла в номере, в котором Алексей жил один. А когда его соратники забирали бутылку из номера, они уже подозревали об отравлении и предприняли меры предосторожности, надели перчатки. Так, оно почти полное, да? Да, оттуда. Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас. Ну, к сожалению, не можем подчинить этому требованию. Бутылки никто не трогал руками? Нет. Только в перчатке, да? Еще один вопрос, который остается непонятным. Почему немцы нашли новичок в организме Навального, а омские врачи и множество других лабораторий в России не нашли? Вообще, о мистическом отравлении блогера Навального уже нагородили в Европе и Америке столько, что хочется встать на твердую почву фактов. Российские медики в Омске никаких ядов в крови, моче и на коже Навального не обнаружили. Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев говорил, что Навальному делали исследование на отравление фосфорорганикой, но результат был отрицательный. Зато выявили то ли повышенный, то ли пониженный сахар. Клиническая картина не соответствовала отравлению фосфорорганическими соединениями, а укладывалась действительно в тяжелый метаболический синдром, где манифестировали явления гипергликемии, то есть повышенного уровня сахара в крови. То есть получается, что сейчас мнение немецких врачей, мнение российских врачей, но прямо противопротивоположное? Совершенно верно. Значит, мнения наши разделяются в этом вопросе. Есть даже фотографии бланков, анализов, где написано ингибиторы Хольна-Стараза не обнаружены. Еще бы там могли написать «Новичка нет». В Шарите уже 24 августа, через два дня после перевода к ним Навального, заявили об отравлении веществом из группы ингибиторов Хольна-Старазы, а еще спустя полторы недели уточнили, что это было вещество из семейства «Новичок». Теперь мы знаем, что у немецких врачей была бутылка со следами яда, а у российских нет. Это помогло определить конкретное отравляющее вещество. Но могло ли быть такое, что наши врачи реально вообще не смогли найти следов отравления? Или они и дело в том, что не хотели просто сообщать правду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо объяснить, каким образом специалисты проводят такие анализы. Как рассказал Марк Михаэль Блум в уже упомянувшемся интервью в «Медузе», сам факт отравления веществом из группы ингибиторов Хольна-Старазы установить несложно. Это достаточно простой классический тест. Для него не требуется специального оборудования или высокой квалификации исследователя. Я попробую процитировать его здесь. Тут, правда, специальные термины. Берется образец крови, в которой в норме присутствует этот фермент Хольна-Стараза. И измеряется его активность. Для этого образцу добавляют специальное вещество, которое выступает аналогом ацетилхолина. Под действием Хольна-Старазы оно распадается, получается другое вещество, которое потом окрашивает реакционную смесь в желтый цвет. Нужна плазма, субстрат, стеклянная кювета. И вы просто делаете цветную реакцию. Для получения результата нужен лишь спектрофотометр. Это очень простое лабораторное оборудование, которое есть почти везде. Такой тест на Хольна-Старазу делают первым делом при подозрении отравления. То есть в случае с Навальным его тоже должны были сразу сделать. Еще примечательно, что по словам наших врачей, ему сразу же стали вводить атропин. А атропин как раз вводят при отравлении такого типа. Он является антидотом. Так что явно версию с отравлением они прорабатывали. И по сообщениям даже врачи скорой помощи, которые в аэропорту приняли Навального, сразу же начали вводить атропин и определили именно это отравление. При этом Блум говорит, что удерживать Навального, чтобы яд распался, и следы его невозможно было определить, было бессмысленно. С веществами типа новичка это не работает. Продукты распада яда в моче действительно исчезают довольно быстро, за 2-3 дня. Но само отравляющее вещество, если оно уже необратимо связано с ферментами, можно будет определить еще в течение нескольких недель. Резюмируя все сказанное, есть ли вероятность, что российские врачи действительно не смогли диагностировать отравление и определить, что это были ингибиторы холнистеразы? Наверное, можно представить себе условия, при которых это возможно, но даже если анализы не давали четкой картины сбрасывать этот вариант со счетов, так быстро было странно. А заявлять о том, что никакого отравления нет, стали довольно быстро. Я думаю, что все-все понимали, врачи прекрасно понимали, что это именно это отравление. В особенности, если принимать во внимание не только медицинские данные, но и контекст личности отравленного обстоятельства, при которых это произошло. Люди в штатском больнице, ну и всякое прочее. Не хочется обвинять врачей в соучастии в покушении. И по всей видимости, это было и не так. Они как раз спасли Навальному жизнь. По всей видимости, они делали все возможное, чтобы его спасти, и лечили именно это отравление. Но вот о том, что с ним произошло, они явно не договаривают. По всей видимости, не могут. Сразу после отравления провластные телеграм-каналы, кремлевские СМИ и даже сам Песков начали рассказывать, что с Навальным произошло что-то непонятное. Может, он просто заболел. Может, Рафаэлку надо съесть. А может, отравили его вообще в Германии. В первую очередь, конечно, они включили свою любимую шарманку, мол, давайте не будем торопиться с выводами. Все не так однозначно. А зарубежные СМИ, которые стали писать об отравлении, они обвиняли в предвзятости. В том числе и немецкие власти. Ну вот смотрите, Артем говорит, что тут пока ничего не понятно. Мы, видите, мы очень аккуратно, так сказать, говорим именно фактуру то, что есть. Но большое количество, извините, СМИ, западных СМИ, отреагировали на вот это происшествие. И вышли с заголовками, а главное, что со статьями, посмотрев на которые, становится понятно, что уже многое ясно. Гораздо больше, чем нам с вами. И вот этим ребятам уже очень многое ясно. Да, причем это не какая-то желтая пресса. Это не желтая пресса, это серьезная издание. Более того, послушайте, вот, например, есть... Ну, видите, заголовки, они же такие очень не случайные, да? Вот, они двусмысленные. То есть, они уже все знают. Есть большая статья. Врачи еще не знают. Есть большая статья в СПИГе, послушайте. Главный российский пропагандист Киселев, рассказывая об этой истории, в своей недельной итоговой программе сразу выбрал тон наезда. Германия не хочет сотрудничать, немцы скрывают истину, бессовестные. Германия глухо закрывается и отказывается сотрудничать с российскими врачами и прокуратурой ради поиска истины в истории с Навальным. Стиль хамский. В этой же программе корреспондент, рассказывая о клинике Шерите, намекает, что там не просто лечат, но и подтасовывают медицинские данные, чтобы помочь врагам России сформировать правильную политическую повестку. Немецкая клиника с французским названием Шерите, милосердие, о существовании которой у нас узнали из сериала «17 к мгновению весны», очень популярна среди политиков постсоветского пространства. В разное время здесь лечились Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Эдуард Шеварнадзе, Юлия Тимошенко. В 2004-м врачи этой клиники помогли Виктору Ющенко выиграть третий тур президентских выборов на Украине, поставив ему никем не подтвержденный и не перепроверенный диагноз об отравлении диоксинами. Сейчас здесь, на обследовании и лечении, должен находиться Алексей Навальный, но со стопроцентной уверенностью об этом говорить нельзя. Далее идет рассказ о том, как Навального перевозили в Шерите чуть ли не спецслужбы Германии и за государственный счет. Что неправда, оплатил спецрейс Дмитрий Зимин и его фонд династии. Суть этого сюжета сводится к тому, что западные страны специально все это подстроили и нарочно подогревают общественное мнение. Но в чем же вообще, по мнению всего этого пропагандистского концепта, смысл? Зачем это все подтасовывать? А вот, обвинить Россию в покушении на оппозиционного политика и ввести санкции. Человек, у которого есть или были разногласия с российской властью, внезапная кома, обвинение в отравлении, исчезновение жертвы из поля зрения и темный омут ОЗХО. На поверхность всплывают информационные пузыри и санкции. В рядах противников газопровода «Северный поток-2» царит небывалое оживление. Кого же обвиняют наши пропагандисты? То есть, простите, американские спецслужбы поехали за Навальным в Сибирь, чтобы отравить его и обвинить Россию в таком вот деле, таким образом помешать строительству «Северного потока-2»? Сильная версия. Ну, ее опровергает все, что угодно, начиная с здравого смысла, но конкретно, например, ее опровергает слитый в МК материал о слежке за Навальным. В принципе, ни для кого не секрет, что уже давно за Навальным постоянно следят. Но вот в статье в МК в мельчайших деталях расписано, как это происходит. За Навальным постоянно ходят ФСБшники, сотрудники МВД, какие-то частным порядком нанятые сыщики, молодые люди из пригожевских организаций. Десятки людей следят за каждым его шагом, проверяют, что он ест, пьет, где бывает, что покупает в магазине. Невозможно поверить в то, что никто из них не заметил, как представитель западных спецслужб, присланный для дестабилизации ситуации в России, отравил Навального. Это даже если всерьез говорить про такую бредятину. Версию, что из России Навальный уехал неотравленным, двигает НТВ. Они нашли эксперта, вот этого самого Леонида Ринка, одного из разработчиков-новичка, который считает, что никакого отравления не было, и новичок тут, типа, ни при чем. Если бы доза была, то, что называется, отравлением, то через 10 минут после отравления, это, заметьте, до самолета, через 10 минут его бы не стало, если бы это были новички или что-то подобное, как говорится ему. Не стало бы его при этом. О каких-то длительных двухнедельных паузах, как говорится, и вылечивания от этих вот сильно действующих боевых веществ, это просто называется смешить профессионалов. Можно представить себе, если не знать контексты и деталей, что человек, типа, в курсе, он же разработчик. Но только мы уже говорили об этом Леониде Ринке. Это тот самый человек, который синтезировал яд, которым отравили банкира Кивелиди и продал его отравителям по полторы тысячи долларов за ампулу. Это не голословное обвинение, это следует из его собственных показаний. Почему-то в деле он проходит лишь свидетелем. Можно предположить, что соучастие ему простили в обмен на сотрудничество со спецслужбами, либо что он просто изначально сотрудничал с ними и потом отмазывал их с помощью вот этой версии, как отмазывает и сейчас. Доверять словам такого персонажа, как-то мягко говоря, странно. Но больше всего запомнился, конечно, Александр Лукашенко с его шедевральным перехватом разговора Варшавы и Берлина, из которого тоже следует, что никакого отравления не было. По версии Лукашенко, отравлений инсценировали, чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. По материалу прям совершенно видно, что он подделан. Даже Соловьев написал, что это его не убеждает. Ну и главный аргумент. Кремлю ведь невыгодно травить Навального. Кремль зачем-то отдает приказ отравить Навального, а потом отпускает его живым и нафаршированным новичком в Германию лечиться. Ну не абсурд? Впрочем, если нужно оправдать новые санкции, то лучшей истории не придумать. Примечательно, что никто не говорит, что, мол, это не наши методы вообще, мы вообще не убиваем политических оппонентов. То есть, типа, они говорят, был бы выгодно, мы бы, конечно, отравили бы. Ну, если бы он был популярен, или представлял бы какой-то риск и угрозу. Но в этом случае, как сейчас, когда у него, как они написали в ЕС, 3% рейтинга всего, нам это невыгодно. Зачем бы мы это делали? А может, его вообще отравили его же политические конкуренты? С этой версией выступала Маргарита Симоньян. Главный человек, с кем конкурирует Навальный, зовут его Михаил Борисович Ходорковский. Вот и все. Во-первых, это понятные А что такую версию не рассматриваете, Максим? Понятные, знакомые методы Ходорковского. Во-вторых, они абсолютно делят одну поляну. В-третьих, мы наблюдаем последнее время и последний год, как они уже даже публично начали немножко собачиться. В-четвертых, это настолько вот всей этой плеяды Ходорковских, Березовских, настолько их метода. Поэтому, если все-таки будет доказано, а мне лично пока не доказано, что он отравлен, я не знаю. Может, гипоглигемическая кома, может, отравлен. Это была бы моя первая версия. Если эта версия кажется вам слишком безумной, послушайте Жириновского. То же самое Навальный. Убивать уже им неудобно тем западным центрам, которые его готовили, и ему подобные. А вот изобразить его жертвой якобы какого-то покушения, что он вот уже вот-вот умрет, я вас уверяю, он сейчас сидит в лучшем берлинском ресторане и обедает. Подают ему устрицы, все, что надо, так сказать. Человек свою роль выполнил. Доказательство. Покажите его в коме в немецком госпитале в палате. Покажите. Потом Владимир Соловьев выступил с речью, что отравили Навального сотрудники фонда борьбы с коррупцией и проводил собственное расследование на эту тему. В Томск оппозиционера сопровождали сотрудники ФБК Георгий Албуров, Илья Пахомов и Павел Зеленский, а также юрист Владлин Лось и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Это были старые, надежные соратники. Впрочем, в составе сопровождающих был и еще один человек. Это Мария Певчик. Медицинский борт, который забрал Навального из Омска, был оплачен живущим в Британии мультимиллионером Борисом Зиминым. Вместе с находившимся в коме оппозиционером страну тем же самолетом покинула и Мария Певченко. Важного свидетеля произошедшего тайком вывезли за пределы России. Вчера по Первому каналу вообще стали обвинять команду Навального в подтасовке видео из комнаты, где нашли бутылку. Якобы они забрюрили часы, чтобы на них не было видно время. Интонации посмотрите какие. Сейчас смотрят и вот эти вот Навальнята, которые весь этот, так сказать, изготовили трим-пам-пам. Значит, обратите внимание, они все-таки не такие лохобаны, как кажутся. Потому что, обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы. Обратите внимание, там вот стоят часики. Будильник? Да. Который забрюрили не мы. На этом будильнике очень прекрасно было бы видно время. Но забрюрили этот будильник не мы, а они в своем видео. И дальше возникает вопрос. Ты примчался, ты примчался туда, где, возможно, твой, так сказать, портай геноса был чем-то таким вот туда-сюда. Мне так нравится портай геноса. Ты снимаешь это, ты снимаешь это, ну как, на немцев работают, так кто они? Ты снимаешь это на видео, но потом, когда ты его выкладываешь, у тебя хватает мысли, а давайте-ка будильничек забрюрили. Мало ли что. Через короткое время, когда весь интернет посмеялся, потому что там посмотрели реальное видео, увидели, что часы не забрюрины, это просто первый канал подделал, первый канал очень смешно извинялся. Поскольку мы отвечаем, в отличие вот этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днем, например, совершили техническую ошибку. Поскольку, разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были забрюрены, хотя на самом деле, вот слева, хотя на самом деле это у нас технический сбой произошел, и у нас съехал этот блюр, получилось, что они забрюрены. Мы, проверяя себя по три раза в том, что мы говорим и делаем, это обнаружили. Целый разнос у нас был. В результате выяснилось, что часы-то не забрюрены. Но это не отвечает ни на какие вопросы, потому что на них без 15 и 12. Итак, подведем итог. Версии у наших пропагандистов такие. Никакого отравления не было, омские врачи делали, анализы ядов не нашли, это был высокий сахар. Или низкий. А если и было отравление, Навального отравили уже в Германии. Или политические оппоненты. Или вообще его сотрудники. Кремлю-то его отравление не выгодно. Нисколько не выгодно. Выгодно американцам, Германии, даже Ходорковскому, выгодно всем, а Кремлю нет. Короче, куча версий, все противоречат друг другу. При этом никакого расследования в России не проводится. Уголовное дело не открыто. Все записи с камер в Томской гостинице изъяты. Ни исполнителей, ни заказчиков отравления никто не ищет. Поэтому все эти попытки уйти в глухой отказ, свалить все на диабет, диету, на западные спецслужбы или немецких медиков, все это только наоборот указывает на причастность российских властей к попытке убийства Алексея Навального. Сейчас Навальному становится лучше. Он быстро идет на поправку. Быстрее, чем многие из тех, на кого были совершены покушения. The New York Times пишет, что он собирается вернуться в Россию, чтобы продолжить свою политическую деятельность. Это очень смелый шаг, и это очень хорошо для России, но очень опасно для самого Навального. Кто бы ни был непосредственным исполнителем этого преступления, политическая ответственность за него, несомненно, лежит на Кремле и лично Путине. Именно он создал систему, в которой такие вещи стали нормой. А то, что российские власти отказываются не то что расследовать, но даже признавать это преступлением, только и добавляет уверенности, что они знают, что это было именно отравление. Пропагандистские попытки замылить обсуждения вбросом миллиона разных версий только подтверждают это. Конечно, страна не может жить и развиваться при такой власти. Власти, которая отказывается расследовать атаку химическим оружием на одного из самых заметных политиков страны. А возможно, и той власти, которая сама эту атаку и организовала. Никто не может чувствовать себя в безопасности в таких условиях, если даже на человека с федеральной известностью может быть совершено такое нападение, и никто не понесет за это ответственности. А когда нет ощущения безопасности и уверенности в том, что государственная машина защищает своих граждан и их права, и даже наоборот, есть понимание того, что она сама же совершает покушение на убийство, организует слежку, политически мотивированные уголовные дела и прочее преследование обычных людей, которые просто занимаются легальной политикой, в выборах участвуют, тогда точно нормальной страны быть не может. Не говоря уже о развитии. Эту власть нам с вами предстоит поменять. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok